Я сейчас сижу за рулем BMW 530D и прямо сейчас я сразу замеряю 100-200 ходом, как она едет. И мы сегодня с вами будем кататься с маслкарами, с Audi, со Skoda, ну и вообще с целой кучей других машин. И при этом 100-200 у тачки 9,8. 9,8 она ходом поехала. 200-250, 10,5. Это очень быстро, мой МЭРС так не едет. Я серьезно говорю, он медленней. Охренеть можно. Это очень крутые времена, особенно 200-250, 10,5. Субтитры делал DimaTorzok Сейчас делаем заезд. ГЛА-45 мой, А2 Performance, я на четвертом файле. Это мой самый быстро едущий на данный момент файл. На улице плюс 22, душненько, жарко. Делайте ваши ставки. У меня 450 сил, то на 650 веса. У него, по идее, потяжелее машина, сил побольше, момента сильно побольше. Ну, плюс полностью настроенная тачка. И дизель, внимание, не так сильно зависит от температуры окружающей среды. Первый заезд. Скорость 60. Пробуем до небольшой скорости. Я прыгнул, но надолго это или нет, непонятно. Пока везу где-то кузов. Все еще везу. 230, скорость бросил. Хорошо бэха едет. Чую, мне в первый раз просто повезло. Без рации неудобно. Вот многие скажут, а где рация Андрей? Они с того раза лежали, только одна была все время включена, и она разрядилась. Готовы? Все, готовы, вижу. Сейчас он чуть раньше нажал, я чуть позже, и все, хрен, я его догоню. Ой, п***ь, я зашел. Уходит потихонечку. Настало время для замеров с места 0,100 и сразу 100-200. Пропущу буквально один автомобиль. Прямо вот так вам поставлю драги. И попробую. Хорошо идет. Приятненько. Шкалы момента показывают момент что-то типа 800. При этом у нас 100-200 с места, 5,4, господи, прекрати, что ж ты делаешь. Ты прям вообще разочаровываешь все мои понимания. То есть я думал, что эта тачка в Питере сейчас по плохой погоде, ну, жарко сейчас, влажно, дай бог по ей там 10. 9,5 с места, это вам не обо что. Давайте ради интереса у меня есть возможность выключить водометанол. Мы сейчас попробуем, замерим 100-200 с ним и потом сразу же без него. Я думаю, это будет прям показательно. Первые два заезда, чтобы вы понимали, у нас были без использования водометанола на BMW. То есть он просто ехал на своей карте, соответственно, ЕГТ где-то шкалил и машину по мощности ограничивал. Именно поэтому он не успевал, то ли не мог меня догнать. Сейчас он включил уже водометанол и ситуация должна в корне поменяться. И вы сможете визуально наблюдать, вот сколько дает водометанол на конкретном автомобиле, на конкретной конфигурации. Ровный старт. Ровненько пока что идем. Чуть-чуть начинает уезжать. Скорость 190. 210. Задняя дверь трафик помешал. Сейчас еще разок попробуем заехать. Есть просто нюанс, мы катаемся самые первые, еще есть трафик. Потому что потом Мерс хочет забросить и просто дать вам максимум контента с разными крутыми автомобилями. Так что не ругайте, что не ездим до большей скорости. Но если силы останутся, мы обязательно катнем 250 плюс в более поздное время. Ну, уже будет, конечно, не так светло и красиво, но в принципе пойдет. Так, 170, 180, догоняется. 190, 200, пошла бы мы. 210. Задний байпер 220. Опять тратить. Ну, объективно, объективно, по замерам у него 200-250 сильно быстрее, чем у меня. 100-200 по нынешней жаре практически те же самые. Вот оно и получается, что за счет рывка я там чуть-чуть прыгаю, а потом все, обломись. Твои 2 литра не едут, парень. Ну что, как тебе, Бэха? Дизельная вообще просто пушка. Это жесть. Да, она прям валит. Я себе такую же хочу. Зайду на Авито, посмотрю, сколько же она интересно стоит. Ну, мало того, что стоит, надо же еще, конечно же, проверить через автотеку, не забывай. И новая фишка появилась. Появился Telegram-бот автотеки, который нам помогает пробивать автомобили прямо, не выходя из телеги. То есть мы можем взять, проверить автомобиль по госномеру, по ВИН-коду. В общем, все то же самое, но в Telegram гораздо удобнее и быстрее. Особенно для тех, кто пользуется часто Telegram. Можете купить себе пакеты в 10 отчетов, в 5 отчетов, в большее количество отчетов. Также получить бонусы. Короче, ребят, скринкасты вы видели сбоку. Так что давайте быстренько заходим в нового бота Telegram и проверяем его возможности и функции. Пользоваться автотекой через Telegram стало очень удобно. Ну и, конечно же, все эти возможности мы можем оплатить сразу картой напрямую из бота. Классно. Обязательно воспользуюсь этим. Что хотелось бы сказать вообще по этому автомобилю, немножко разбавив сухие заезды. Первое. Как ни странно, эмоциональная штука с диким откликом. Я ожидал, что будет какой-то дикий турболак. Она никуда не будет ехать. Нет, пацаны. Отклик лютый, едет круто. Вообще, я прям шокирован. Это первое. Второе. Подвеска реально держит машину. Она, ну как бы, такая, какая она должна быть. Такая, какая... Какой вы ее хотите видеть при такой динамике. То есть, нет, это не картинг ни в коем случае. Нет, она достаточно комфортная. Но при этом она рулится. Естественно, на машине уже стоят тормоза от F90. Ну, то есть, от М5. И машина вполне себе останавливается, имея такую динамику. Как я и говорил вам уже, или еще не говорил, 3,7 лучшее время этой машины 0,100. Но это еще надо взять, реализовать. У меня вот с первого раза не получилось. Соответственно, мы сейчас попробуем второй раз. А почему бы сразу и нет? Также, очень тихо в машине. Очень тихо, очень комфортно. Короче, я вам проще скажу. Shut up and take my money. Заберите мой Mercedes, дайте мне эту тачку. Я готов меняться. Она прям вот то, что я бы хотел себе иметь. Маленький расход, офигительная динамика. Тихо, приятно. Вообще, пушка. Наверное, есть свои минусы, но я пока что их не нашел. А, нет, конечно же, для вас есть минусы. Это не Audi. Это не Audi Quattro. Но, пацаны, Audi не едет так. Если вы в это не верите, мы сейчас заедем с битурбо дизелем А6 Stage 3. То есть, там явно сильнее. Так что, делайте ваши ставки. Готовимся. Раз, два, три. Нет. Это такая настройка. Сигналы прям, как будто ты нарева. Старые шутки. Сейчас он без метанола поехал. До этого с метанолом. Дыма чуть меньше стало сразу. Мет подливает просто, и она сильнее. Тебе надо тоже мет ставить. Что у нас по Audi? Получается, у нас даунпайпы. У нас получается Вагнер Кулёх. У нас гибридные турбины от Profit Turbo. Настройка у нас, я так и не понял, чья я. Сергей Москва у нас настройка. Все знают, никто не знает, никто ничего не понял. Но настройка Сергей Москва. И лучшее время автомобиля 100-200 я намерял, по-моему, 11.5. Что-то в этом духе. Один в салоне. Да, естественно, это было в более прохладную погоду. Так что, да, к сожалению, С7 в универсале тяжеленько. И этой Бэхе не конкурентно. У нас есть куча других автомобилей, которые будут сегодня конкурентами этой BMW. Едем просто обратно. У нас целая куча Шкод, Мерседесов и прочих, которые жаждают. Вообще не вопрос. Да, Audi, ну, сравнили, было интересно. Погнали. Ну да, мне тоже. Сколько весит? А сколько у тебя на весе? Машина? Блин, а сколько? Квадрый. Зачем такие вещи знать, сколько она весит? Ну, у него явно не две тонны. Сейчас я скажу, Андрей. Давай. Разговор в режиме онлайн. Тонна 795. Тонна 800. 200 кило разница. Ну, плюс напичкано туда-сюда. Я думаю, где-то тонна 810. Ну, да. Все равно, 200 кило разница. Две тонны. Помчали. Так, сейчас с метом едем, потом я его выключу. 100, 200, 9,5. 9,5. Она так же показала, как и с места. И сейчас, даже не показываю вам скриншот. Ремень, отпусти меня. Мне нужно найти кнопочку водометанола. Я ее нашел. Мы попробуем с вами сделать замер уже без него. Пробуем. Надеюсь, все-таки сгоню впереди едущие автомобили. Я даже не скажу, что без мета динамика чувствуется как-то сильно хуже. Всего лишь. Она поехала 9,8-100, 200 вместо 9,5. Да каждому бы такую машину. Там любой шкодовод о такой мечтает. Это охренительная динамика. Просто охренительная динамика. Так, C43, Mercedes, равняемся. Сигналь. Я лучше с ним заехал. Ты что, ты что испугался моего смеха? Ну я что-то забыл. Ты что, дядь, передачи забыл, как включаются? Давай еще раз. Это не так позорно, как ты думаешь. Я уже пробую. Давай только нам передачи не пропускай. Ты хуже, чем я едешь, господи. Сильно, дизель трючит. Я буду сегодня над всеми издеваться, кого трючит дизель. 230. Ну ладно, я бы уже сильнее отвалился. Хорош, брось. Он бросил там поток. Это был дизель. У него расход 6 литров по трассе на большой скорости. Дизель. Меняешь ключ, ключ. Да не, нахуй. М3 притащил просто. М4. Особо-то, конечно, нехуй. Прибавить-то и негде. Че, говорит, мы можем сделать. Знаешь, че мы можем сделать? Мы можем включить массаж. У тебя есть массаж? Ага. А, ну, значит... Ну, я, если только буду. А, так. А у тебя есть поддув сидений? Не поддув, у тебя тоже сон. А, то есть у тебя даже ни хера не Мерседес, да? Да, вообще нет. Дешевое фухло какое-то, прям. Пич Мерседес. Еще и проигрывает BMW. У него комплектация по-любую покруче. Мы сидели и мы родили, короче, Mercedes-овский план Capcan. Знаете, как он звучит? Короче, смотрите. Ну, так как владелец у нас любит McDonald's, мы решили, что если сейчас мы проигрываем, то так как непосредственно водительная BMW с женой, а она как бы считается легенькой, то нас считается за двух таких же. Соответственно, мы его просто меняем на какого-то легкого, садим за руль меня, и я по-любому отыграюсь. Но это не точно. Но мы сейчас просто со второй попробуем, похитрим. Это точно информация. Ну, сейчас попробуем со второй, если нет, то вот такой клан и... И капкан. И все. Хитрил. Я постараюсь. Так, все, сигнал. А что тебе не помогло это? Да спереди машина. Смещайся, он сместился. О, красавчики. Это в колесах три бара, что ли? О, обгоняем, обгоняем. Ничего себе, ничего себе. Сколько там скорость, бросай. 260. Блин, мы еще едем. Он обгоняет тебя! Как я там могу сделать? Тормози, там машины едут. Медленно, тормози. И что, там стрелу положил, что ли? Я не понял. Заложил. Такой у тебя до 280 почти. Так нет, ложи, он первый же ехал. Он стрел, что у тебя до 280. А у меня вообще шансов нету. Я уже просто стебусь с ситуацией. Я делаю вид, что я нормально заехал, а остальные нет. Если вы ждете от меня каких-то комментариев касательно, вот что я об этом всем думаю, я думаю, что человек, владелец этой машины потратил каждую копейку не зря. Вообще не зря. Турбина, все остальное сделано крайне грамотно. Я редко хвалю автомобили, реально редко. Я всегда нахожу какие-то косяки. Да ни хрена, нет тут косяков. Она едет, как она должна ехать. Она спулится моментально. У нее нет ни турболага толком, ничего. Она просто берет и едет без каких-либо косяков. Я не знаю, кто продумал этот конфиг, кто вот на все это подтолкнул его, но он просто дикий молодец. Я давненько не радовался так машине, построенной каким-то другим человеком и настроенной в другой конторе, а не как-то у меня, не через меня. Потому что реально грамотно все сделано. Мне прям вообще вот кайф. Просто каждому из вас желаю кайфануть так с чужой машиной, не со своей. И порадоваться искренне за человека, чья это машина, а не за себя лично. И вот вы поймете меня, вот в тот самый момент вы поймете мои ощущения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok